Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть в 22-ю ферму, и у нас на календаре октябрь. А раз у нас октябрь, то не знаю, в общем-то, что из этого следует, но не важно. Что у нас происходит на полях? На полях у нас взошла наша пшеничка, которую мы посели в прошлый раз, и взошли сорняки. И в этот раз я помню про них. А еще как-то странно здесь разные сорняки, слушайте. Смотрите, у меня вот это место было вспахано, и здесь не взошли сорняки. Оно было вспахано, потом я камне-убиралкой вот этой прошелся, и оно стало закультивировано. А здесь сорняки выросли, причем такие 75%, не знаю. Ну, короче, мы берем в руки полольник, и пойдем это сейчас все пройдемся полольником. Цепляем сейлку, и подцепляем полольник. Будем полоть. Блин, я вот уже не первую серию говорю о том, что надо починить трактор, и все до сих пор его не починил. Я ж надеюсь, этот полольник будет убирать эти сорняки. И кто там за ним остается? За ним что-то остается. 50% осталось. Как это работает? А, ладно, давай, есть поли. Или как это называется правильно? Ну, гербицидом же это же не делаете, правильно? Или придется гербицидом? Ладно. Я еще, друзья, знаете, что хотел сказать? Спасибо вам, конечно, что вы пишете комментарии, но не надо на меня кричать, что я тупой. Из-за того, что вышел, например, мод на автопогрузку, а я до сих пор им не пользуюсь, хотя он вышел там много дней назад. Я серии немножко наперед записываю, понимаете? У меня на календаре сегодня 5 декабря. Завтра выйдет только серия 7, по-моему. А это уже там 8 или 9, я уже сбился со счетом. Потому что вот у меня есть свободное время, я записываю. Так, ну что ты мне скажешь? Правда, он не все убирает, полольник. Черт. Опять-таки, обращаясь к справке, сорняки можно удалить гербицидом, полольником или мотыгой. И полольник удаляет только самое малое, мотыга удалит и малое, и среднее. А гербицид удалит все. Но я не хочу поливать сейчас гербицидом. Но видите, сорняки остались. 50% и в принципе, ну как бы видно. Не знаю, ютуб насколько это похерит, вот это все зелено. Но здесь видно, что что-то осталось. Мы сейчас попробуем еще второй раз полольником это все дело пустить, пройтись. Ну ладно, пока трактор работает, что я еще, друзья, хотел? Значится, да, моды на автопогрузку вышли. Много разных, я себе поставил 1 или 2 каких-то. И вот этот довольно вроде много поддонов берет. Поэтому мы его купим. Можно даже колесики какие-то крутые и номер. Насрать на номер на самом деле. Покупаем этот прицеп, он нам понадобится. Тут, кстати, какая-то новая механика автопогрузки. Типа количество зависит от высоты поддонов. Вроде как он салата типа много берет. Не знаю, как это работает, посмотрим. Это раз, прицеп купили. И еще, друзья, я знаете, что подумал? Надо нам отключить автопродажу вот этого вот всего дела. Давайте, в общем-то, наверное, сразу это сделаем. Везде поставим хранение. И я, друзья, еще знаете что? Поставлю склад для салата, чтобы он в течение сезона весь собирался. А продавать будем в феврале по самой высокой цене. Как вам идея? Мне она нравится. Все, вроде везде хранение поставил. Все нормально. Удобрение только еще надо завести. Блин, а удобрение это дорогое удовольствие. И тут везде уже надо по прицепу, по сути дела, высыпать. А прицеп это, в общем-то, удобрение, это все наши деньги, которые есть. Так вот, да, склад. Есть еще, кстати, да, вот такой вот прицеп. Но мне кажется, поддонов здесь меньше вылазит. КЗ. Ладно. Я говорил про стройку и про стройку склада. Вот такой вот склад есть. Он только для салата. И мне кажется, вот это вот будет идеальное место, куда его поставить. Единственное но, это гребаный терраформинг, который испортит всю малину. Ну ладно, ставим вот так. Чисто на терраформинг 4,5 тысячи тратим. Упс. Во. Вроде поставили. Как здесь теперь это все выглядит, понятно. Он в яме. Но это не сильно принципиально. Вот здесь вот яма, это принципиально. Я так понимаю, он работает по плану производства. Да, салат. Один салат идет в один салат. Можно его даже включить. Но урожая у нас пока нету, чтобы воспользоваться этим складом. В общем-то, будем туда как-то это все закидывать. Вот здесь находятся триггера. Вроде как не сильно должен вот это вот все мешать ездить здесь. Потому что погрузка, скорее всего, будет вот здесь. Это тоже хрен пойми, как это. Вот не нравится мне, короче, все вот это вот терраформинг. Ну ладно. Короче, стоит пока и стоит. Единственное место, где мне нравится строить свои постройки, это карты, которые имеют вот эти площадки специально выделенные, ровные для этого. Ну ладно, потом разберемся. Полонник пашет. Прицеп у нас есть. Вроде бы все купили, что хотели. Надо удобрений засыпать. Для этого нужен трактор. Вот этот, например. Засыпем хотя бы по 4 куба удобрений в каждую теплицу. Потому что денег на большее просто тупо нету. Эй, ну на... А, да, надо же открыть эту штуку. Денег на большее просто тупо нету. А, он даже неполный прицеп забивает и... Ну ладно. 3,5 куба, значит. Ну, триггер, давай ловись. Есть. Остается 3,5 и мы выключаем разгрузку. О, 3550. Нормально. Будем считать, что половина. Понятное дело, что тут идеально ровно не высчитать. И во вторую тепличку высыпаем. 15 тысяч всего осталось. Ну да, я в прошлой серии потратил очень до хрена денег. Возможно, даже придется влезть в кредит. А, возможно, и нет. Но, скорее всего, да. А, может быть, контракты какие-нибудь подделаю. Там сейчас на удобрение появится. И поеду удобрять своей удобрялкой. 4 тысячи остается. Отлично. Сейчас, а бы не пришлось еще распрыскивалку брать, чтобы гербициды. Потому что без сорняков оно как-то лучше. Гербициды, благо, есть свои, но разбрасывалки нету. Так, ну что ты не видишь триггер-то? Он же ж падла-то, а. Ладно, давай сначала эту тепличку. Опять-таки, 3500 сюда высыпаем. 3590 осталось. Нормально, пойдет. Попытаемся здесь поближе чуть-чуть подъехать. Во, нормалды. Давай разгружай последнее. Ну и теплицы у нас сейчас, ну, более-менее забиты. В одной сейчас красное показывает, но оно наполняется. Все нормально. Получается, салат у нас пошел на хранение. Будем, если не будет хватать места на теплицах, будем закидывать это все дело в склад. То, что сейчас до продажи до февраля, он нам не понадобится, скорее всего. Это да, но стоит здесь. А если за целый год урожай собирать, то без склада тут никак. Он емкостью 30 кубов, поэтому нормально. Надо его выключить. Хотя цена в час ноль, поэтому пускай будет включен. Что у нас там с полольником? Полольник полет. Может попробовать взять еще один контракт на сбор урожая? А вось проканает. Я просто не знаю, даже обновлялась ли игра. С тех пор, как я в последний раз пробовал урожай этот контракт делать. Поле номер 45. А насколько оно здоровое? Там дают большую игрушку. Да, блин, оно здоровое. Вот это вот поле. Поехать его убрать самому. Хотя оно не сильно больше, чем оба наших поля. Полчаса и оно убрано. Может чуть больше. Так, наймит закончил работу. Блин, был бы курс плей, я эти контракты бы щелкал только так. Так, значится, сорняки у нас здесь остались. 50% показывается. Если мы посмотрим на состав почвы, то он в принципе и показывает, что они есть. Полольник их нихрена не убрал. Что такое мотыга, я, честно говоря, так и не понял. Но мы пробуем второй раз его запустить. И он не найден на поле. Понятно. Значит, нужны гербициды. Полольник просто трата времени. Черт, не круто. Ладно, бросаем полольник тогда и... Берем опять в аренду вот эту опрыскивалку. Которая на 24 метра. Это как раз на наши два поля. Ровненько получается. Арендуем за 1700. Какой кошмар. Поехали за ней в магазин. Заодно, наверное, трактор починим. Если, конечно, на это хватит денег. А починить трактор стоит 5000. А перекрасить 19. Да ну нахер. Да вы чё? Можно пока не чинить его, короче. Тут, кстати, стоит вон еще поддон с гербицидами, который мы брали в прошлый раз. Чуть-чуть осталось. Поэтому сейчас мы этот поддон и заполним. Давай-давай-давай, подъезжай к нему. Стесняйся. Сдынь. Наполняем. 800 литров. Этого, кстати, должно хватить даже на наши... А может и не хватит. Вообще заполним сразу, наверное, и... Из второго поддона там чуть-чуть осталось у нас. А не, не чуть-чуть тут осталось. Ну ладно, тогда этого точно должно хватить на наши поля. Черт, как так получилось вообще, что сорняки вроде бы и сразу же за ними начал следить? Странное дерьмо, конечно, да. Разворачиваем вот эту вот шайтан-машину и включаем ГПС. А чё такой неправильный размер? Во, вот это другое дело. Надо это пододвинуть все чуть правее. Самое малость, чтобы было прям ровненько. Во, пойдет. Вот так вот, отлично. Ну и погнали, сейчас все это дело опрыскаем. Только давайте еще посмотрим, работает это или нет. Работает, отлично. Значит, я это сейчас все быстренько опрыскиваю и думаем, что делать дальше. Во, нормально же, быстро справился, правда? Поехали, теперь выгрузим вот этот вот поддончик, который у нас остался с гербицидами. Точнее, сначала заполним старый поддон. Вроде как все вот то, что там осталось, должно сюда влезть. Чтоб у нас два поддона не стояло, чтоб стоял один поддон. Заполняемся. Да, его там совсем чуть-чуть осталось. И выгружаем. Эту штуку теперь можно отцепить и, в принципе, можно сдать. Опрыскиватель, до свидания. В принципе, пшеница растет, салат у нас растет, поэтому можно немножко даже и мотнуть времени. Что интересно, сейчас происходит, скорее всего, не будет. Пошли спать. А, доброе утречко еще раз, друзья. Я тут как раз... Что-то, тебе еще места хватает? Хватает, я понял. Короче, я заполнил еще водой теплички наши. Уже 8.22 утра у нас на часах. И осталось всего 750 евро. Также уже в двух теплицах закончились у нас удобрения. Семян вроде еще хватает немного. Что у нас тут по семенам? Семена 2 куба пооставалось, нормально. Вот удобрения в двух теплицах остались, двух закончились. Ну, понятно, я там не совсем прям ровное количество высыпал, поэтому удобрений надо засыпать хотя бы по одному прицепу. Вода тоже везде есть. И место, кстати, на салат у нас тоже заканчивается уже. Я тут, кстати, прикинул, может быть, склада и не хватит нам одного. Потому что теплицы по 11 кубов вмещают. Они забиваются довольно быстро. Ну, ладно, речь сейчас не об этом, речь про удобрения. Раз нам нужны удобрения, значит, нам нужен кредит на 5. Поэтому мы берем кредит на 50 тысяч и по одному прицепу сейчас быстренько закидываем... Наверное, в другой трактор возьмем, да? По одному прицепу мы сейчас быстренько закидываем удобрения во все теплицы и возобновляем их работу. Получается по 7 кубов примерно. Сколько там? Чуть больше, да? 7.25 он загружает. А еще, кстати, снег идет. Но что-то мне кажется, что мы не увидим его на земле лежащем. Трава зеленая. Температура 13 градусов тепла. Сейчас 13, хотя по прогнозу типа минус 3, минус 2. Возможно из-за того, что я мотаю время. Но посмотрите просто прогноз погоды. В январе средняя температура 5 градусов тепла, в феврале 10. Сейчас декабрь 13. Но как-то непонятно здесь сезоны сделаны. Ну ладно, кто я такой, чтобы об этой игре судить, да? В первую очередь высыпаем в тепличку, которая у нас закончила работу свою. Возобновляем, скажем так, ее работу. Самая высокая цена ожидается в феврале. Кстати, сейчас декабрь, а она уже дороже, чем в прошлом году была в феврале. А еще вот этот вот склад тоже имеет свою цену. Странное дерьмо. Ну ладно, сейчас разберемся. Сейчас какой-нибудь поддончик попробуем отнести куда-нибудь на склад. Сначала только с удобрениями, разберемся. Чувствую, надо ставить какое-нибудь производство удобрений нам. Удобрений уходит прям очень много. Возможно, действительно имеет смысл поставить склад удобрений и, соответственно, производство удобрений. Последний прицеп, последняя теплица, выгружаем. На балансе у нас 5800 остается и кредит висит. Но в теории мы сейчас, вот наступит февраль, и мы этот самый кредит отобьем. А еще я думаю, что нам надо переместить несколько поддонов на склад. Поэтому поеду сейчас, заберу с магазина прицеп с автопогрузкой, которую мы купили. И посмотрим, как это все дело у нас работает. Это вообще для начала, давайте посмотрим вообще, как склад работает. Имеет ли это смысл и куда это потом выгружать. Возьмем один поддон. Сразу должен появиться другой, наверное, да? Да, сразу же появляется. Вот, и смотрим на склад, куда это там что у нас выгружается. Например, вот сюда. Да, он просто выгружается и все нормально. Теперь вопрос, где он будет появляться. Вероятно вот здесь. И боже, как я люблю ферму. Сходящая продукция 199 литров. Опять начнем терять урожай. Хе-хе. Ладно, давайте возьмем еще один поддон. Это просто ради эксперимента. Я извиняюсь, друзья, что еще темно на улице. Выгружаем еще один поддон. И меню производства смотрим. Он включен. Строится хранилище. Я не работаю. Опять 199, 199. Что за фигня? А, вот оно появилось. Да, здесь они, в общем-то, будут потом появляться. Тоже ряд будет здесь стоять с этими поддонами, которые мы будем забирать потом. И 199, потому что один поддон выгрузился. Вот этот. Все, логично. Я понял. Погнали тогда за прицепом. Сейчас это все по-быстрому поскидываешь. Руками не хочу. Не зря же мы прицеп купили. Ну давай, друг, покажи, что ты умеешь. Как я уже говорил, тут немножко другие скрипты автопогрузки, в отличие от того, что было раньше. А, он прям даже считывает, что рядом палец стоит. Дынь. Бздынь. А, их еще и клацать надо каждый. Эвана как. И сразу же нарисовались новые. Ну давай, три штуки и сразу же рисуйтесь. На второй этаж все пошло грузиться. И походу они, кстати, грузятся примерно как бревна. Ну, в общем-то, кто понимает, какая механика обогрузки бревен, тот понимает, о чем я говорю. А что пропустили? Место есть свободное. И мы можем ремнями это закрепить. И он даже видит, сколько тут этого самого салата. Опа, третий этаж пошел. Отлично. Значит, не так уж и мало их сюда влазит. Это приятно. И криво они стоят, скорее всего, потому что они не были закреплены ремнями. И я когда подъезжал, немножко они сдвинулись. Есть у меня, в общем-то, такая теория. Знаете, давайте мы тогда выгрузим то, что мы... Ой-ой-ой-ой. Так, с ремни давайте сюда. Вот эти 3800 выгружаем. О, да, не очень удобно тут сделано вот эта горка. Надо будет терраформингом ровнять. И поддоны стоят на складе. Блин, может, склад не нужен. Можно было бы их куда-нибудь просто сгружать. Хотя, с другой стороны, если их просто выгружать на землю, то получается... Выгружать-то их вручную надо. Авторазгрузки по маркеру-то нету. Раз-два-три. Раз-два-три. Давай ремни зацепим. И еще раз вот эти. Раз-два-три. Не, все-таки он в разные этажи это ставит. Понятно, все зависит тупо от размера поддона. Но знаете, это неплохо. Я вам скажу, прям неплохо. Что самое приятное, на геймпаде есть кнопочка загрузить поддон. Ох, как меня это радует. Три этажа, и он предлагает еще грузить? Серьезно? Не, не грузит. Он поддон видит, но его не грузит. Ладно. Четыре куба. Я понял. Три восемьсот. Не скажу, что это прям сильно много. Мне надо здесь что-то делать с этим съездом. Это прям точно. Ладно, друзья. Перевожу сейчас на склад. Просто немножко освобождаю теплицу, чтобы до февраля они не забились. Потому что вот здесь вот один куб остался. А вот здесь-то уже почти склады забиты-то на остальных. Короче, по два прицепа надо каждой теплицы позабирать. Знаете, с таким расположением не очень удобно это будет делать. Я вам скажу, наверное, погнали с другой стороны будем загружать. Вот отсюда. Вон, по два поддона отсюда ловит. Буду стоять, просто ждать, пока они генерятся. Это, по сути дела, самый удобный способ будет. Здесь не покупают такой товар, как салат. Да, спасибо, я в курсе. Так, друзья, помучился я. В общем-то, есть тоже свои моменты здесь интересные. Я придумал, как относительно быстро все это дело грузить. Я вот здесь вот парковал трактор. А потом руками сдвигал вот эти вот все поддоны просто в кучу к трактору. И потом сразу штук там по семь, наверное, грузил. По два ждать это было до хрена. Значит, в теплицах у нас осталось тут где-то пятьсот. Где-то вот пять кубов, потому что она в склад не влезла. Но в целом почти весь я салат вывез. Ну, почти весь. Почти не считается, я понимаю. Ну и склад, по-моему, заполнен чуть ли не полностью. Кроме того, что вот здесь вот еще много поддонов стоит. Так и на самом складе, да, двадцать восемь кубов. То есть пара штук еще влезет, но не пара, а пять. Пять штук еще влезет, да. Вот, соответственно, склады у нас пустые. Снег все еще идет. Урожай сорняк 50% да мать твою. Но здесь же нет сорняка. Ты же показываешь, что нет сорняка. Ладно. Пофигу. Короче, друзья, мы еще спим до февраля. Когда будет самая высокая цена. Сейчас, кстати, цена тоже хорошая. 1900. Но, видимо, в феврале она будет еще выше. Хотя в прошлом феврале она была 1800, наверное. Я уже, честно говоря, не помню. Ну, короче, погнали. Поспим чуть-чуть. Ням. Я опустошил эти склады. И за сутки у нас шесть кубов насобиралось. А в одной теплице, в которой оставалось пять, соответственно, места и не будет. 10500 уже. Короче, я тогда сгружаю все эти поддоны за теплицы. Сейчас они тут просто еще нагенерятся тогда. Вот так вот. Это, наверное, тоже тогда отодвинем. Сейчас эти поддоны здесь нагенерятся новые. И, соответственно, со склада они опустошатся. Большое количество поддонов плодить на карте тоже такое себе. Ставить еще один склад. Это надо шесть складов иметь, чтобы все было хорошо. Давайте, давайте, давайте. Сваливайте с триггера нахрен, а? Так, 7500 осталось. Это все равно мало. Надо до 5000 хотя бы освободить. Так вот, паровозиком аккуратненько, медленно. Свобождаем место. Кому-то будет весело со мной играть потом. То есть 500 осталось. Блин, вот мне не нравится то, что вот он взлетает. Вот так вот. Но это ладно, я понимаю, почему это происходит. Потому что поддон под ноги попадает. Так, генерятся еще поддоны. 4300 у нас осталось. Отлично. Вот, с полем, в общем-то, тоже все понятно. Делать пока что нечего. Ресурсов в теплицах хватает еще на сутки. Поэтому, друзья, мы еще идем спать. И, друзья, наступает февраль, когда обещают самую высокую цену. И цена сейчас ниже, чем была. Хе-хе. Вот вам и высокая цена. Давайте, не знаю, время хоть промотаем тогда. Посмотрим, что у нас здесь происходит пока что. А, склады уже наполнены. 11 кубов. А сколько в тебя вообще? В тебя же 11 кубов-то влазит всего. 12 влазит. Понятно. Такс. Время пока останавливаем. По ресурсам. Семена почти закончились. Но они еще есть. Надо немножко место освободить на каждой теплице. Да не взлетай же ты, пожалуйста. Чтобы они еще могли генерироваться, те самые поддоны. Будем мотать время. Такс. Отсюда мы все высыпали. Соответственно, новые поддоны появляются. Место на складе освобождается. 10-400. Отлично. Здесь тоже 10-400. Тоже хорошо. Здесь у нас все забито, поэтому, дружище, давайте двигаем всю вот эту вот какафонию. Просто в поле вот это вот выкидываем. Боже, сколько у нас тут салата. Такс. 10-400. То же самое. И вот этот ряд тоже все забито здесь. Тоже вот так вот сгружаем. Медленно шагаем и медленно сгружаем. Во. Есть. Семена везде еще чуть-чуть осталось. Место осталось. Ценник потихоньку растет. В общем-то, мотаем время, пока он растет. Но как-то это прям неправильно, знаете ли, что у меня в декабре ценник был выше, чем обещанная цена в ноябре. В феврале. Боже, я путаюсь в месяцах. Довольно быстро, кстати, салат производится, если вот перемотку времени поставить. Но мне нравится то, что вот так вот литры капают. Знаете, как в глобале было. Когда ты мотаешь, и оно потом ба-бах, сразу 3 куба. Это было не круто. Ценник давай расти. И расти быстрее. 12 часов дня уже 1800. Нормально. Интересно, до какого он вырастет максимума. Сейчас место скоро везде закончится. И семена везде закончатся. Не, семян, ладно, еще хватит. Их меньше всего. Их меньше всего здесь. Будем следить за этой теплицей тогда. 1900 уже между тем. В час дня. Семян хватит еще на 2 часа только. На 3 может. Хотелось бы, чтобы до темноты вообще все это дело у нас продалось. Ну вот, за 2000 перевалило. Отлично. Все-таки, видите, ценник выше стал. 20-21. 20-40. А вот я жадный, конечно, да. Я надеюсь, что здесь не как в 17-й ферме. Что один прицеп продаешь, и ценник сразу обваливается. У нас, кстати, заканчиваются семена здесь. И место заканчивается. Место заканчивается везде. Все, здесь нет материалов. Знаете, 2.95. И место везде закончилось. Поскольку темнеет. Феврале, кстати, уже не так поздно темнеет. Давайте мы освободим вот это место еще. Немножко дадим поработать этим теплицам перед продажами. Хотя вот эти можно было не освобождать. Эти надо. Должно хватить. 1400. Нормально. Должно хватить. Здесь тоже освобождаем на пару поддонов. Еще часик промотаем до 5 часов. Здесь вообще места много осталось. Но здесь, ладно, выгрузили. Короче. Остались последние семена. Давайте мотнем еще 1 час до 5 часов. Сколько там ценник вырастет, столько вырастет. Будем считать вот так норм. 16.54. Или еще чуть-чуть можно. Ладно, давайте еще чуть-чуть. Самую малость. 2.106. 2.105. Опаньки. Что это мы начали падать, а? Эта стрелочка вверх горит. Все. В общем-то так и оставляем. Время ставим на 0.5. И, друзья, серию мы на этом закончим. И на самом деле, для тех, кто смотрит еще и стримы, то, скорее всего, был стримец. Скорее всего, даже открытый. А может и для спонсоров. Хрен его знает. По настроению будет. Короче, на этом стриме кого-нибудь позову с собой, чтобы мне помог. Возьмем в аренду еще один такой прицеп. И вдвоем будем катать вообще все вот это вот то, что мы насобирали на складе, на теплицах. Все вот это дело продадим и заработаем кучу бабла. Вернем кредит. И, может быть, даже останется денег что-нибудь прикупить. Потому что, в теории, у нас дохрена здесь этих самых поддонов. Прям реально дохрена. Вот. Но придется, конечно, покататься. Потому что место продаж только одно. Поэтому, друзья, в общем-то, чтобы не пропускать вообще стримы, если они будут, подписывайтесь на канал. Не забывайте комментарии, лайкусики, короче. И, да, тут все как обычно. Всем огромное спасибо за просмотр. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. В общем-то, с вами был Никита Дилы. И всем пока-ки.